Чего здесь только нет. Куклы из коровьих рогов, украшения ручной работы из натуральных камней и все только в национальном стиле. Такое вы сможете увидеть лишь на ярмарке «Ремесленники Бурятии». 16 мастеров из разных уголков республики представляют свои лучшие и уникальные работы, аналогов у которых нет ни в России, ни за рубежом. Делегация брала моих кукол в Париже. И мне даже похвастаться, что они у меня есть в Японии даже, потому что на одной из ярмарок был турист из Японии и брал куклы. Куклы у меня однообразные, прямо куклы-шкатулки. Я пишу, что это бурятия, одеваю их в национальные разные костюмы. Допустим, для какого-то праздника, значит, это Россия, это, значит, бурятия, есть казахские, есть семейские. У некоторых рукоделец даже есть свой, уже можно сказать, бренд, пользующийся популярностью у многих туристов. Вот эти бурятские шапочки на ободках в прошлом году на туристическом сувенире конкурс всероссийский, вот эти шапочки заняли первое место, как сувенир туристического маршрута. Для каждого ремесленника представить и реализовать на ярмарке свою продукцию – это большое счастье. И можно сказать, даже праздник. Ведь этого события они ждут целый год. Ярмарки для нас, для нашего возраста и для рукоделец вообще способствуют тому, чтобы мы совершенствовались сами, потому что ярмарки ориентируют нас, что востребовано в данный момент. Это удобно, это очень удобно. Это вообще хорошая возможность реализовать свою продукцию, потому что многие не могут ее, ну куда вот именно пойдем с ними играть. А вот эти торговые площадки, мне кажется, их надо даже побольше делать. Не раз в два в год, а раз в два месяца, в три месяца хотя бы. То есть это очень удобно и нам, мастерам, и людям. О том, что такую площадку нужно открыть в этом году, заговорили на «Бизнес-завтраке». Этот вопрос подняли сами предприниматели. Тогда Алексей Цыденов поручил Минпромторгу ускорить работу и организовать ярмарку как можно быстрее. Дом Иванович, у меня просьба, что вы эту работу ускорите. Тем более, с сезонного фактора, я прошу, в течение следующей недели закончите эту работу. Ярмарка организована центром «Мой бизнес». Поддержка ремесленников осуществляется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. Познакомиться с работами мастеров можно с 3 по 10 августа с 10 до 19.00 на территории Музея истории города, что на Арбате, а также на сайте МСП-03. Екатерина Лестратова, Новости дня.